Не так страшна болезнь, как ее последствия. Относится это не только гриппу. Сейчас время оставить прививки от клещевого энцефалита. Вспоминают об этом, к сожалению, лишь немногие. А наш регион в плане клещевой активности очень опасен. В семье Ждановых о коварном кровопийце и вирусе, который он переносит, знают не понаслышке. Первые шаги, первые слова, первая улыбка. Всему этому Ксюша училась дважды. В июне 2015 года девочку укусил клещ. Это произошло в Белокурихе. Тогда ребенку было 7 лет. Ксюша готовилась пойти в первый класс. Сразу после укуса клеща девочки увели ему на глобулин и отправили домой. Через две недели поднялась температура и заболела голова. Ксюшу госпитализировали в инфекционное отделение. Состояние ребенка с каждым часом ухудшалось и она впала в кому. В декабре того года она у нас первый раз улыбнулась. Для нас это тоже было великое счастье, что какой ребенок был, как становится. Что да, у нас прогресс есть, что она может, она хочет и ходить, и бегать, и все. Почти полгода Ксюша провела на больничной койке. Врачи поставили множество страшных диагнозов. От эпилепсии до клещевого менингита. У нее полностью парализовало правую сторону. На левой образовалась сильная контрактура – мышечный тонус. Мы делаем 10, потом я поднимаю его, там вот отверстие, и будет труднее. Вот так и будем накачивать. Вот это тоже площадка недокончена. Сюда вот валик, и вот так вот и будет. Сергей Алексеевич для внучки смастерил тренажер, установил вертикализатор для того, чтобы поставить ребенка на ноги. За год реабилитации Ксюше удалось сделать большой шаг вперед. Она сидит, учится говорить. В этом году девочка пошла в первый класс. Какую букву мы с тобой изучили? З. З. Какой это звук? Гласный или согласный? Голуба. А если подумать, как он? З. 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 Произнеси. З. З. Умственные способности у нее все сохранены. Понимает она. Но она никогда не задает вопрос, что со мной. А мы уходим от этой темы. Особого внимания прививкам от клещевого энцефалита семья Граждановых никогда не предавала. Пока сами не увидели, какой вред способен причинить клещ. Нам прививки, как раньше говорили, что прививки от клеща ставятся с 11 лет. Сейчас, оказывается, прививки от клеща ставятся с 3 лет. И, допустим, да, мы сейчас в малом, мы уже поставили прививку от клеща. Все же мы, но никогда в жизни такого не было. Сейчас мы, допустим, знаем, что у нас есть российские клещи, канадские клещи. Кто-нибудь об этом знал? Тоже никто никогда не знал. Правильно? Как-то, ну, наверное, как все мы на русский авось. Случай Ксении Бесхмельницыны единственный в Алтайском крае и один из немногих в стране. Лечение и реабилитация ребенка идет по пути проб и ошибок. У Ксюши четкое расписание. Между приемом лекарств до обеда. Занятие дома. После – лечебная физкультура, массаж, дефектолог. Речь у ребенка нарушена, голос дрожащий, но словарь обогащен лексически. Несмотря на все трудности, которые ребенок испытывает при обучении, положительная динамика есть и требуется дальнейшее обучение, не останавливаться, а двигаться только вперед. Как ребенку-инвалиду Ксюше бесплатно выдали две коляски и кресла для занятий. Но этого недостаточно. Врачи из Санкт-Петербургской клиники рекомендуют Ждановым приобрести специальные тренажеры для восстановления мышечной активности и функции парализованных конечностей. Один такой аппарат стоит больше 200 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Если вы хотите помочь 9-летней Ксюше, вы можете связаться с ее мамой по телефону. Евгения Ижутова, Иван Зяблицкий, Будни. И в продолжении темы. Сейчас самое время страховаться от клещевого энцефалита. Представители страховых компаний только начали работать с бейчанами. Февраль, говорят они, это тот месяц, когда страховка обойдется на порядок дешевле. Сегодня услуги по страхованию предлагают многие компании. Ценовая политика разная. Средняя стоимость страховки порядка 250 рублей. При коллективном страховании можно получить скидку. Полис дает право на бесплатное получение эффективной вакцины. Ее жизненно необходимо поставить в первые три дня. Без полиса человек с весом 80 килограммов заплатит 5600 рублей. Что касаемо детей, то до 14 лет иммуноглобулин вводится бесплатно. Нередко возникают неприятные ситуации, когда в поликлиниках бесплатной вакцины не хватает. Добавим, что в прошлом году первый пострадавший от укуса клеща обратился в больницу в середине марта. Когда проснутся кровососущие в этом году, неизвестно. Однако о своем здоровье лучше позаботиться заранее. Насколько бейчане активно страхуются от клещевого энцефалита, сегодня узнал наш корреспондент. Ну я считаю, что нужно. Да, если есть возможность, здоровье. Всю жизнь страховалась, и детей своих. Всю жизнь, пока работала, тоже страховалась. А сын всю жизнь прививку ставит. Необходимо, я думаю. Это же опасно. Раньше страховался, а сейчас нет. Да, толку-то смысла-то в этом. Я ничего не вижу. Это надо, потому что если он укусит, то все, это, как это, шанс там на миллион, там, если укусит, то все, умрешь там. Денег не хватит, чтобы потом поставить прививочку. Обязательно нужно это делать. Мало, возможно, прививки и есть, но вот такие маленькие дети или пожилом возрасте люди, они обязательно должны иметь страховку. Не знаю, я от него не страхуюсь, потому что зима на улице, клещей нету, как бы. А летом тоже их не иду. Ну, как бы, в лесу они есть, но я в лесу не хожу.